здравствуйте друзья ролик от подписчика спасибо нормально получилось но мы с вами посмотрим как он вступил в единоборство с самоуверенной курицей с улицы как он ее назвал из OTP банка многим наверно приходилось сталкиваться с этой шарагой и мы все наслышаны о ее хамстве о хамстве сотрудников этой шарашки ну давайте послушаем очередной раз и здравствуйте меня зовут Наталья Викторовна Александра Владимировича знакома конечно Наталья Викторовна а фамилия у вас как моя Радченко Радченко Наталья Викторовна да вы да а должность ваша Наталья Викторовна какая а вы кто ну я Александр Владимирович если вы продиктуете я скажу да или нет 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 странно так звоните мне я вам говорю что это я даже могу подтвердить что это вы ну да диктуйте мне год рождения скажу да нет нет вы продиктуйте что нет не буду месяц число и год ну значит не буду вы не знаете когда вы родились нет девушка не надо вот так строить беседу я не знаю кто вы фамилия имя отчества вы назовите пожалуйста я уверена что вы не Александр Владимирович а чего вы так решили какие телефоны почему у вас три телефона тогда нет два два телефона называете свой дат рождения ну потому что я не знаю кто вы если вы скажете я скажу да я вам представилась фамилию имя что я назвала ну да банка я назвала тоже называла какая информация нужна нет я не про это информацию необходимую вам я предоставила правильно нет нет подождите вы не предоставили что вы не клиент подождите наташа вы не предоставили всю необходимую Наталья Викторовна, вы должны мне предоставить... Вы меня будете слушать, Наталья Викторовна, или сейчас будем ханить вам? Да мне пофигу, откуда вы звоните. Мне нужен номер доверенности вашей, на основании которой вы звоните. Банк не обязан предоставлять данный документ. А я обязан узнать, потому что вы с улицы звоните. Нет, вы не обязаны. С вами больше по данному вопросу, это не левый номер телефона. А как ты докажешь Наталью, что это левый номер? Вы можете перезвонить по данному номеру и попадете на горячую линию банка. А вдруг это какой-нибудь платный номер? Это номер банка. Я так понимаю, вы не готовы вести конструктивный диалог? Я тебе задал вопрос, ты не хочешь отвечать. Не тебе, а вам. Я тебе говорю, ты левая, курица с улицы. Не тебе, а вам. Хамить мне не нужно. Вы не готовы вести конструктивный диалог? Если нет... Я готов. Хорошо, в таком случае. Перестаньте, пожалуйста, мне хамить и назовите год рождения. Не назову. Назовите мне, я скажу, да или нет. В таком случае, уважаемый, к сожалению, вам перезвонят. Я на фиксирую информацию, потому что вы не готовы вести в диалог. Ну, потому что ты курица. Ты не звони больше. За оскорбление будете лично мне оплачивать штрафные санкции. Подавай иск на меня, если узнаешь, кто я, можешь подавать иск. В полицию отправлено будет информация. Подавай, подавай, подавай. Не подавай, подавай. У меня человек, научитесь, пожалуйста, корректно разговаривать. Научитесь корректно разговаривать. И вам перезвонят. До свидания, уважаемый. Клади трубку, автор. Ну, вот так, друзья. Спасибо автору. Такой разговорчик. Стандартный, уже классика. Но это для тех, кто понимает, что происходит вокруг граждан в России, вокруг всего того, что создала сама вот эта наша банковская система. А я повторю, я, моя компания, Лям, ни в коем случае не против банковского бизнеса как такового, против беспредела, который совершается в процессе ведения вот этого самого бизнеса. И делает из нормального цивилизованного проекта, такого как банковский бизнес, уродливое проявление российской действительности. Но только в наших с вами силах, конкретно вот вас, в моих, индивидуально выйти из этого замкнутого круга и прекратить то, что на самом деле с вами происходит. Как это сделать, это уже вам решать. Можете самостоятельно в ситуации разобраться, поверьте, это возможно. Можете обратиться к специалистам, ну, допустим, специалистам компании АЛЯМ. Ссылочка на наш сайт в описании ролика. На этом же сайте есть видео, как мы можем вам помочь, ну, презентация, скажем так. Поэтому не сидите на месте, присоединяйтесь к тем, кто уже разобрался, кто выбрался из ситуации. Да хотя бы, как минимум, посидите, послушайте наш канал. Если не подписались, подпишитесь на него. Потому что именно здесь, в такой простой, доступной форме демонстрируется вся та правда, которая на самом деле и является именно правдой. Не та правда вымышленная, псевдо, да, правда, которую вам преподносят коллекторы, чтобы запугать и вытащить у вас из кармана последняя. А именно настоящая правда. Правда в том, что вы не обязаны никому ничего платить, если не можете или даже не хотите. То есть ваши жизненные амбиции должны быть на первом месте по сравнению с амбициями коммерческих структур, банков, коллекторов, микрофинансовых организаций. Ну а тем, кому понравился ролик, поставьте, пожалуйста, лайк. Еще раз предлагаю подписаться на наш канал. Вступайте в группу. Ссылка на группу в описании ролика, группа ВКонтакте. Там все наши ролики дублируются. Ну и репост в соцсетях всегда. Прошу поделиться этими роликами нашими со своими друзьями, знакомыми в социальных сетях. Ну а с вами был Кузнецов Дмитрий. Желаю вам финансового здоровья, благополучия и, конечно, физически крепкого здоровья, само собой. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok